Джерри МакКуэй Меня зовут Джерри МакКуэй, и я пастор Христианского Центра в Чикаго, в Америке. Вы знаете, сегодня многие верующие в Ешуа по всему миру не только понимают, почему им нужно стоять с народом Израиля, но некоторые даже встают против Израиля. Я не говорю, что это маленькая страна совершенства, но совершенство никогда не было условием Божьей любви, наоборот. И Писание дает нам несколько причин, почему нам нужно молиться и поддерживать еврейский народ. Первое, потому что Божье Слово повелевает нам молиться за мир Иерусалима. Вы знаете, Иерусалим – это не волшебное место, это не просто символическое место, это столица Израиля и древнего Израиля и современного штата. Иерусалим назван городом великого царя, потому что туда возвратится Ешуа, наш Мессия, для того, чтобы править. Первая причина, что мы все, как верующие, должны стоять с Израилем, потому что Господь повелевает делать нам. И я думаю, что эта заповедь от Бога – достаточно хорошая причина для того, чтобы мы повиновались и стояли вместе с Израилем. Тот разговор, который был у Ешуа в Иоанна 4 главе с женщиной-самаритянкой у колодца, Ешуа сказал, «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». И через еврейский народ Ешуа пришел в этот мир, и из-за их отвержения для того, чтобы возбудить ревность в Израиле, мы, язычники, получили спасение. Другими словами, так возлюбил Бог еврейский народ, что, несмотря на то, что они отвергли Ешуа, он дает план для того, чтобы их восстановить и спасти язычников через ревность в Израиле. Я как пастор, я знал, что мне нужно молиться за Израиль и поддерживать. Я никогда не испытывал мысли о антисемитизме, но несколько лет назад для меня произошло огромное изменение, когда у нас была миссия на Филиппинах. У нас очень активная работа на Филиппинах. Но именно та поездка, мы возвращались в Америку в воскресенье, и потом в субботу вечером я вернулся в Чикаго, и на следующее утро мы учили серию учений в церкви про пророчества, и в то воскресенье я должен был учить о том, какие есть пророчества относительно Израиля и где мы стоим в этих пророчествах в Божьем плане. И поэтому я готовил эти уроки для того, чтобы учить их мое собрание в Чикаго, пока я был на Филиппинах. Единственный способ, как я мог описать Римлян в 11 главу, я могу сказать, что Дух Святой пришел в мою комнату в гостинице, и меня посетил Бог и дал мне свое откровение, хотя наша церковь очень сильно вовлечена в разные миссии, где-то 20% нашего бюджета уделяется на то, чтобы достигать различные народы, и в то время, когда я готовился, я был среди народа филиппинского, и да, Бог проговорил ко мне, что мы не отдали ни одного цента на евангелизацию для еврейского народа. Наша церковь не была вовлечена ни одним долларом в том, чтобы помочь еврейскому народу, и я получил от Бога указание. Я получил один стих, 12 стих 11 главы Римлянам, и написано, что если язычники обогадились тем, что Израиль отошел, то представьте, насколько будет благословение для Бога, когда Израиль обратно примет своего Машеха. Другими словами, когда народ Израиля повернется к Иешуа и примет его в качестве Господа и Спасителя, то сторонному миру это принесет еще большее благословение. Это убедило меня в том, что я должен быть вовлеченный в том, чтобы достигать еврейский народ. Это прекрасная работа достигать людей в России, в Филиппинах и в других местах мира, но еврейский народ не менее важен. И второе утверждение, что вы должны стоять и любить еврейский народ, потому что Бог любит их, и Он дал спасение всему миру через небольшой народ Израиля. Не только спасение пришло к нам, потому что евреи отвергли своего Машеха, но писатель Римлян в 15 стихе, в 11 главе, говорит, что будет их принятие, как не смерть из мертвых. Еврейский лидер отвергли Машеха, когда Он пришел отдать жизнь за наши грехи. И толпы следовали за Ним, но коррумпированное лидерство не понимало и отвергли Ешуа. Но Писание в Римлянах говорит о том, что весь Израиль спасется. Это будет определенным пунктом, что судьба Израиля – это быть светом и благословением для всего мира. Третья причина, почему я верю, что вам стоит стоять с Израилем и дать свою поддержку, потому что будущее мира зависит от этого. Я хочу, чтобы вы знали, написано в псалмах, не знаю, сколько раз я читал до того, как я сидел в своем отеле, но потом мне этот стих открылся заново. Я никогда не была антисемитом. У меня, да, каким-то образом у меня были идеи теологии из-за мнения, что церковь заменила Израиль, и что все пророчества, относящиеся к Израилю, я их, да, относил к церкви новозаветной. Но когда я прочитал этот стих в псалмах, для меня он стал настолько ясным. «Молитесь за мир Иерусалима. Пусть преуспевают все любящие тебя». Поэтому Бог говорит благословение и преуспевание, провозглашает благословение и преуспевание на городе Иерусалим. И потом Он говорит, «Иерусалим, да будет мир в стенах твоих и преуспевание в твоих дворах. Ради моей семьи и моих друзей я буду говорить, да будет мир». И Бог обличил меня в том, что если я хочу, чтобы моя семья и мои друзья были благословлены и преуспевали, как желает Бог, тогда это связано с моей любовью к народу Израиля и моей литвами для народа Израиля. И в 9 стихе Он говорит, «За, ради Дома Господа Бога моего, я буду искать лучшего для тебя, Иерусалим». И Бог открыл мне, что если я хочу, чтобы моя церковь в Чикаго была благословена, то это благословение придет и увеличится по мере того, как мы будем искать благословение для Израиля. По мере того, что мы будем достигать еврейский народ, и Бог благословит нас, и Его благословение будет на нашем доме. Если мы достигнем Евангелия в еврейский народ, то Бог сможет еще больше достичь наших людей, даже в Чикаго. Пастор, твои люди не будут любить и стоять за Израиль, если ты не научишь их. Поэтому я говорю всем пасторам, которые смотрят сегодня, я хочу воодушевить вас, учить ваш народ относительно народа Израиля, относительно Божьих принципов любви и поддержки народа Израиля. Я говорю это потому, что антисемитизм очень реальный в нашем мире, и он растет, особенно из-за того, что масс-медиа дает неправильный обзор того, что происходит в Израиле. Но Божье Слово ясно, и мы, как пасторы, ответственны за то, чтобы учить наш народ правде относительно народа Израиля. Я хочу спросить вопрос, кто из вас, кто смотрит эту программу, хотите быть благословенными? Я думаю, все хотят. Кто хочет быть проклят? Я думаю, что никто не захочет быть проклят. И Божье Слово дает нам ключ в 12 главе Бытия, где Его Слово говорит относительно Авраама. Он говорит, что я благословлю того, кто благословляет тебя. Он говорит о великой народе, которые изойдут из чрезы Авраама. И Бог проклинающий тебя проклянул. Израиль – это народ обетования. Он всегда был, он есть, и он всегда останется. Как наши родители наказывали нас, когда мы хулиганили в детстве, но дети всегда будут нашими детьми, и всегда мы их будем любить. Точно так же Господь, Бог Авраама, Ицхака и Иакова, наказывал народ Израиля, когда они забывали его. Но всегда Бог хранил Израиль, как свой избранный народ, и дал столько много обетований, включая то обетование, что Он благословит всех благословляющих Его народ. И это обетование детствует и сегодня. Я хочу, чтобы мой народ был благословен, и я хочу, чтобы моя церковь была благословенной. Я хочу быть благословением для народа Израиля. И четвертая причина, почему я советую вам стоять с народом Израиля, потому что мы хотим принять это обетование благословения, потому что остаток стиха говорит, что в тебе благословлятся все племена земные. Столько много причин, почему истинный верующий должен стоять с Израилем, любить Израиля, молиться за еврейский народ и поддерживать Израиль. Но я хочу дать вам только одну последнюю причину, может быть, самую важную причину из всех. Потому что многие из нас, как верующие в Иешуа по всему миру, были ждут второе пришествие. Но мы забываем, что возвращение Иешуа не только для язычников, но это поведет к спасению Израиля, потому что Писание говорит нам, что он вернется, как лев из колена Иудина и царь Израиля. И он вернется в этот мир только тогда, когда израильский народ воззовет благословен грядущего имя Господни. Бог любит его, первородного сына, настолько, что он выбирает вернуться только тогда, когда еврейский народ воззовет к нему и назовет его по имени. Поэтому, если вы хотите возвращения Иешуа, и мы знаем, что и тогда мир изменится, то вам следует стоять с народом Израиля. Вы можете помочь нам распространить благую вести о любви Иешуа для израильского народа, чьи глаза были открыты, и их сердца были изменены, как никогда до этого. После того, как меня посвятил Дух Святой в моем отеле на Филиппинах, я обещал Господу, что, когда я вернусь в Чикаго, мы изменимся. Возможно, мы никогда не давали ни одного цента на еврейский евангелизм, но это изменится. И сегодня из 20% нашего бюджета на миссии, мы больше всего поддерживаем израильский народ для того, чтобы благословить израильский евангелизм и благословить еврейский народ. Я хочу, чтобы вы дали вместе со мной небольшое обязательство. Вы знаете, что Евангелие было, во-первых, для Иудея, до того, как мы помогаем любому другому народу, до того, как мы посылаем деньги для любого другого народа. Во-первых, Иудею, и я молюсь, чтобы вы присоединились ко мне и сделали для себя такое посвящение, что еврейский народ будет для вас приоритетом в евангелизации ради ваших семей и друзей, и ради Дома Бога. Его благословение будет обитать на вас, когда вы будете поддерживать Его народ в Израиле. Спасибо за то, что вы смотрели мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова